Сегодня я намерен проехать 150 километров, но, конечно, это маловероятно на одном аккумуляторе, хотя сегодня безоблачно, обещают хорошую погоду. Цель моей поездки – это очень популярное место среди любителей природы Алматы. Ох, без вариантов. Несмотря на плюсы жизни в больших городах, для любителей природы есть один большой минус – это очень долго выезжать куда-то в какое-нибудь дикое место. Но я уже почти выехал с города, нахожусь я на большом Алма-Атинском канале, точнее, на дороге, идущей вдоль нее. Она хороша тем, что она почти не загружена трафиком, потому что вокруг много более широких дорог. Единственный минус этой дороги, что здесь много деревьев, поэтому заряда от солнца я получу немножко меньше. Но зато более спокойная дорога. И все, можно подключать солнечную панель. Баковская дорога загружена очень сильно грузовыми машинами. И все. Ну, асфальт зато хороший, идеальный. Ну да. Раньше тут был асфальт вообще весь разбитый, но зато ни одной машины. А теперь вот асфальт сделали, и машины появились. Да. А где советуете ехать? Ну, по нему доходите, я вам сейчас скажу, будет первый светофор. Вот он, большой алматинский канал. В новостях пишут, что он снова запущен, хотя простоял почти 20 лет пустым и наполнен водой. Но что-то на это сильно не похоже. Воды достаточно мало, и она не движется, она стоит очень странно. Ну что ж, дорога оказалась не такая уж и разгруженная. Вполне себе загруженная. Но зато хороший асфальт. Край дороги, край асфальта ровный. Ширина тоже, в принципе, приличная. Да, команды тут летают. А вот здесь действительно канал более полноводный. Вода прямо шурует, и он почищен. Я в новостях прочитал, что канал запустили. Это правда? Бак? Да. Есть вода? У нас не с баком, а с гором. Ну сейчас пока с гор хватает воды. Да, да. Весь летом хватает. Вода не прав. Вот так же время пустит. Ну сейчас как бы можно и без этой воды, а потом, когда жарко будет, да? Да. Яблони у вас молодые, да? Яблони за место есть. А что за сорт? Золотой, американский. Арбуз здесь много. Сегодня ветрено. Ветер не сильный, но встречный. Поэтому расход достаточно большой. Все-таки крыша создает сопротивление дополнительное. Остановился перекусить, а здесь такое творится. Даже не знаю, радоваться этому или нет. Не знаю, что это за насекомые. Ну, может какие-нибудь цикады. Ну, это просто куча. А я думаю, что за какие-то инопланетные звуки раздаются. Особый не потревоз. Им пофиг. Видно, у них какой-то брачный сезон. Заварил пуэру, потому что мало спал сегодня. Долго собирался, думал, да что я там, у меня все уже лежит готовое. Сейчас быстро соберусь. Куда там? Да еще и с этой подножкой возился. Смастерил из того, что было. В общем, не судите строго, но вот такая подножка у меня вышла. Просто надо было срочно что-то сделать. Без подножки невозможно снимать. В прошлой поездке я сломал очередную подножку. Хотел уже из двух сломанных подножек собрать одну. Но, как говорится, все, что происходит, к лучшему. Сварщик был занят, и поэтому я стал думать, чего же еще можно сделать. И вот у меня там были детские коляски алюминиевые. Вот я пластиковую такую штуковину оттуда срезал. В общем, вот так вот. Такое ощущение, что у меня вот эти зажимы вот здесь на этой тяге не держат. Что-то она какая-то стала слабенькая совсем. Хочу ее сейчас болтом вот здесь зажать. Попробую, надеюсь, будет держать. Сейчас я еду в предгорьях. Еду до озера Бартагай, до которого где-то 160 километров, и вряд ли я сегодня доберусь туда. А по правую руку у меня как раз горы, которые я потом с Бартагай и буду подниматься. И уже возвращаться буду по горам. Спалил я уже 19 ампер-часов. 1 ампер-час остался. Но аккумулятор, скорее всего, у меня меньше 20. Может быть, 18. Так что, скорее всего, я уже еду на солнечной энергии, полученной моей солнечной панели. Хотелось бы, конечно, доехать до Кокпека, в большой поселочек, и там уже зарядить батарею, и потом уже ехать в Бартагай. Вот я проехал ровно 100 километров, испалил ровно 20 ампер-часов. Как-то все ровно прям получилось. А времени сейчас 20 минут 5-го. Но я неспешно ехал. Много останавливался. Наберешь? О, Рахмет. На, только они растаяли. Айди. На. Там пюре отрели. Нет? Сейчас уже конфетами не удивишь, да? Здрасте. Ну-ка я попробую. Откуда идешь? Салматы. Салматы? Утром вышел? Да. Уже 5 часов. На сколько курсов? 7. 7? Долго еду? Конечно. Конечно. Но я экономлю электричество. А, это дело пока электричество. Ага. Салматы. Ну, что-то жара. Ну, вот я и поехал. Пока жара. А куда тут? Да как попрет. Все, водички запрали. Думаю, что в солнечной батарее должен быть такой график езды. Часов в 10, в 11 выезжать. Ну, а если, конечно, ночуешь где-то на природе. До этого времени ловишь восходящее солнце. Едешь примерно до часов 5-6. И все. И стоянка на ночевку. Там уже заряжаешься под прямым углом к солнцу. Тогда будет максимально, более-менее максимально эффективно. Потому что сейчас уже почти никакого заряда не идет. Ну и что я могу сейчас сделать? Я ж не могу вот так вот солнечные панели поставить, чтобы они под прямым углом к солнцу были. Это будет парус. Это ВЭП идет с Бортагайского водохранилища. Вот за той горой оно. Но ехать мне придется по трассе вокруг этих гор. Через еще там небольшой перевальчик. Небольшой перевал, но все равно подъем. Ловлю лучи закатного солнца. Ну да, пару амперов дает. Уже меньше сейчас. Только все солнце садится. На данный момент расход у меня 26 ампер часов. А вот расстояние 148 километров. Вот вышел на трассу. Аккумулятор почти севший, похоже, по вольтажу. Вот меня спрашивают, зачем тебе педали? Что, слабо педали убрать? Но я сейчас вот на педалях без мотора 25 километров в час съеду. А не было бы педалей, хрен его знает. Сейчас бы стоял где-нибудь, черт знает где. В общем, в этом придорожном кафе, оказывается, у них генератор. Поэтому я не стал проситься на зарядку. Попробую все-таки доехать до Кокпека. А проехал я 162 км. Оказывается, даже больше, чем 160 до Кокпека. Говорят, еще 15 километров. Но что-то, мне кажется, поменее. Иду ва-банк. В общем, на скорости сколько проеду, столько проеду. Попробую добраться до Кокпека. Вот этот участок, этот перевал, он невысокий. Надо быстро преодолеть, потому что тут дорога узкая, обочина ушатанная, вся волнами. Короче, такой неприятный кусочек. Все, вырубилась система. Ах, короче, не доехал я. Чуть осталось. Блин. Не, назад я уже не поеду. Все, буду пилить. Все, заряжаю аккумулятор. И питаюсь местной едой. В общем, аккумулятор заряжаю, но они работают до 12, а сейчас уже 10. Так что, говорят, магазины работают еще до 2. В общем, пока у меня тут аккумулятор заряжается, нарисовал я трек. Так, отсюда и до Тургения. Получился он у меня 128,8 километров. Так. Набор высоты 2937 метров. Расстояние вверх 34 километра. Максимальная высота 2600. А вот профиль высотный. Вот такой вот. Вот это вот набор, вот этот самый гадкий. Это тоже есть, в принципе. Короче, вот этот набор самый ужасный. Потом попроще. Главное его проехать. Что ж, доброе утро. Вид, наверное, у меня не очень. Спать, конечно, на стоянке возле трассы так себе. Тут еще ослы рут. Ну, в смысле, настоящие ослы. Живые ослы с ушами четырех копытных. Спал я прямо вот здесь вот. Потому что мне сказали, что вот здесь можно позаряжаться. Розеточка. Правда, она запитывала все освещение. Его надо было выключить. Ну, еще полчасика позаряжал лишнего. Ну, то есть яд не лишнего. Свет еще погорел полчасика лишнего на площадке. А если хотите личную охрану, то несколько кусочков мяса от солянки вам ее обеспечивают на ночь. Ну, все, дружище, пока. Спасибо за службу. И ослик тоже. Спасибо за все. И вороны тоже. Спасибо. Спасибо. Сейчас спуск будет к озеру, но нужно немножко подняться, как обычно в горах. Чтобы спуститься, нужно подняться. А теперь немножко вниз, потом снова немножко вверх. Вот оно, Бартагайское водохранилище. Вот эта дорожка напрямик идет, но там нарисована получше дорога. Вот эти прямые дорожки, знаю я их. Ладно, поеду, как нарисовал. Вот эти здания пустые, не знаю для чего они тут были построены. Возможно для обслуживающего персонала водохранилища, а возможно тут какой-нибудь совхоз должен был быть. Такие приличные двухэтажные домики основательные. Все заброшено. Ну вот, похоже, моя дорожка. Вот туда я спускаюсь, там мост. И потом по берегу, по берегу и вот туда ухожу. Ну видно дорогу. Вот такой там набор бешеный. Но радует, что солнечно. Иначе какой-то заряд будет идти. Ну все, до свидания асфальт. Начинается веселая дорога. О, вот она пошла, родимая гребенушка. Надо было колеса спускать, подспускать, слишком подкидывать на камня. Вот кусочек небольшой. Потом. Кушать хочется, однако я от не ел. Кроме пряника вместе с собакой. Точнее я не собаку сникла, хотя пряники мы вместе с ней ели. Так, подспущу колеса. Это невозможно, блин, прыгать на этих камнях. Как вы видите, ветер не слабенький и он встречный. И ехать стало значительно легче. С подспущенными колесами. С задним колесом. Такой сильный ветер, что без мотора вел вообще не едет вниз. А еще и эта гребенка дурацкая и камни. Очень мало воды в этом году. В водохранилище. Здравствуйте. Здорово. У вас тут штаб? Да. Просто охраняется? Да. А то я думал, может быть уже какое-нибудь нововведение. Хрен проедешь. Каждый день что-то меняется. С Алматы. Ну я так по асфальту, в кукпеке поночевал. Ну три дня у меня есть, думаю, до Турги не доеду. Угу. Угу. Электрический, да? Ага. Хорошо, что он нужен. Солнце махает. А-а-а. Пока погода надо протестировать в жестких условиях. Ха-ха-ха. Что-то ветрища сегодня, да, такой? Да. Я думаю, что за это? Думал пар. Вчера. А воды что-то совсем мало. Отпускаю на полив. На полив все уходит, да? Да. А с гор видно мало воды сейчас. Да, везде. Уже третий год мало. Ладно, поел. Ладно, давайте. Читиво. Спасибо. Вам тоже хорошие службы. А, ну к озеру ехать. Может нет смысла никакого. Уже подъехать. Мороду помыть. Мороду лица. Заряжаться будет. Пойду умоюсь. Пусть пока заряжается. Подойти хоть можно? Попахивает не очень. Вроде песок. Так, ну зубы я тут чистить не буду. Вот какие бревна притаскивает река с гор. Вот раньше здесь был уровень озера. Вот не любитель я геркулеса, а на завтрак геркулес. Поел и через два часа снова голодный. Поэтому побольше изюмчика будет. Интересно, а тут ветра вообще нет. Верно там с ущелья дуют. На резинке держится. Несчастная подножка, но работает. Верно там с ущельями. Верно там с ущельями. Верно там с ущельями. Ну в общем-то ничего страшного. Просто упал. А, там подъем хороший. Поэтому и шлепнулся. Давно я здесь не был, но раньше такого не было. Вот этот песок, его просто всякие джиперы, дуристы, мотоциклисты нарыли. Где вот хреновая всем дорога. Пытой подъем. Потихонечку пройтись. Это лучше, чем потом разряженным где-нибудь стоять. Я, конечно, понимаю ваше недоумение, но без вариантов. Варианты есть, конечно, ехать и то и дело падать. Но выдержит ли велосипед, сколько таких падений. Кажется, что вот здесь вот уже скоро будет перевал. Но это только кажется. Еще очень далеко. Ну вот такой вот подъемчик. Оттуда он я пришел. Видно, в космосе что-то пошло не так. Неправильно поняли. Когда я придумывал название канала, я имел в виду, что я езжу на велосипеде вперед ногами. А получается, что я двигаюсь вперед своими собственными ногами постоянно. Говорят же, надо очень конкретно озвучивать свои мечты и цели. Даже не знаю, что делать. Надеюсь, это временное явление. Просто уж очень экспериментальный проект. Ну куда ты едешь? Все, хватит. Стой. В общем, вот эти алюминиевые зажимчики, они не очень. Постепенно прослабляются и начинает трос вылазить. Все-таки надо что-то покрепче. Угол подъема увеличился значительно. Давно я здесь был. Не помню, это вершинка или нет. В горах все обманчиво. Так, сейчас посмотрим. Чуть-чуть осталось. Мотоциклисты остановились. Отлили мне воды немножко своей из гидропака. Правда, пенистой какой-то. Я не знаю. Можно ее видеть. Сейчас у меня в горле ощущение какое-то странное. Оно просто пересохло. Пересохло до речи. С таким дурацким вирусом. Вот кто здесь всю дорогу в песок превратил. Ну вот и родничок. Я уже одну бутылку набрал. Еще одну не буду. Не хочу тяжесть тащить вверх. По такой дороге, как здесь сейчас, можно ехать спокойно. Где нет песка и камней. Ну что, есть первая вершинка. Правда, она самая низкая. Будет еще выше. Здесь спуск такой относительный. Вроде то вниз, то вверх. И в итоге хрень получается. Так, я вот думаю, может быть где-то здесь заночевать. Хотя бы пообедать. Получается сейчас небольшое плато. Потом маленький спуск. И снова подъем начинается. На самый высокий гребень. Две шестьсот. А здесь две тысячи. Шестьсот метров набора. А поднялся я с тысячи. Тысячу набрал. А завтра, скорее всего, завтра набрать шестьсот. Пастух сказал, дальше река. Но я помню, что река есть. Я просто так точно не помню. Тут немножко осталось. Там потише будет. Там, конечно, внизу закатное солнце мне не достанется. Ну ладно. Зато не на ветру. Так, сейчас я на сороковом километре, сорок и два. А речка на сорок два и семь. Получается два с половиной километра спуска. Пообедаю-ка я здесь, дождусь заката, а потом спущусь к речке. Хотел взять карбоновый, купить штатив. Но, блин, вот этот крепкий алюминиевый. Как он меня спасает? Чтоб нужный угол выставить. Сейчас хочу протереть панели и посмотреть, даст ли это что или нет. Увеличится ли. Сейчас 3.58 ампера. Пыльный немножко. Странно. Уменьшилось наоборот. Очень странно. Вот эти колья для этого и брал, чтобы подстраховывать велосипед. Веревка херня растягивается на другую веревку. В Казахстане очень мало горных дорог, хороших серпантинов. Просто все горы, они уже на границе с Киргизией и нет смысла строить хорошие дороги. Есть только такие геологами построенные, которым пофиг там на ГАЗ-66. Лишь бы побыстрее построить эту дорогу. Так что вот в этом проблема. Были бы хорошие серпантины, было бы проще. Больше мест для поездок бы было. Почему я все это не помню. Хотя тут неплохое место под палатку, но вот с дороги меня видно, меня это смущает. Что еще меня смущает? Ну короче, я решил дождаться заката здесь. Солнышком попользоваться по максимуму, так сказать, пока погода хорошая. И спуститься вниз к речке, там заночевать. Дорога, машины ездят, не хочется светиться. Можно конечно велосипед уронить и особо меня и не видно будет. Ни хрена я конечно сегодня не выспался. Уснул наверное, ну лег точнее пол третьего, а встал часов шесть наверное. Даже на время не посмотрел. Но до рассвета я встал, может пять. Вот так что... Ну и ехал, точнее шел, а не ехал под крышей. А сегодня жарища такая. Хоть тут и горы, но все равно. Ветерочек прохладный, а солнце палит. Так что жарковато. Подустал. Сейчас бы лечь да уснуть бы. Морковка не сварилась, как раз то что надо. Необычно. Под велосипедом единственное место с тенью. Спрятаться негде. Вот интересно амперы как. То увеличивается, то уменьшается. Надеюсь это работа контроллера. На контроллере написано МТТП. То есть именно управление какой-то там точкой максимального КПД панели. Чтобы панель не перегревалась, падают амперы. Потом возрастают. Вы видите эти синие огоньки? Знаете, что это значит? Это значит, что аккумулятор почти заряжен. Так что это успех. Это говорит о том, что я сегодня спалил 15 ампер часов. И уже залилось 15 ампер часов. А времени сейчас часов 5 наверное. То есть в солнечный день можно зарядить аккумулятор 20 ампер часов. Не, ну здорово. Значит я поднимусь завтра на этот перевал. Потому что аккумулятор-то заряжен. Ура! Такие виды здесь. Не знаю, видно нет. Вот если приглядеться, вот там ущелье. И там скорее всего и идет серпантинчик вверх. На самый большой перевал. Вот и Дельвейси. Здесь высота 2000 у меня показывает. Есть немножко горных цветов. Высокогорных. Наталья-правда Разожги Вам не свой огонь Обними Мы сейчас вдвоем Нет проблем Надо все сказать спуска не было что-то устал я сегодня хуже не стал рисковать и там сыпуха щебенка потихоньку просто свел спустил велосипеда к далеко уйдем звездный свет темнотура сгонит запутал мысли зло не смотри назад не смотри назад не смотри назад не смотри все до речки я доехал дошел точнее вот место отдыха как вы видите опознавательный знак висит пакет с мусором как обычно привезти смогли увезти нет в общем ищу место под палатку ни хрена не видать завтра все будем смотреть спокойной ночи не смотри назад не смотри назад не смотри назад не смотри назад Не смотрелся